Выплаты за долгий брак или надбавки за детей, рожденных до распада СССР. В пенсионном фонде Дагестана огромные очереди людей, требующих компенсации многочисленных сумм. Почему в Дагестане продолжается ажиотаж по несуществующим платежам, выясняла Ларьяна Шамхалаева. Вот так выглядит скопление людей, услышавших сногсшибательную новость о доплате за детей, рожденных до 90-х годов и брак дольше 30 лет. Еще в середине августа по всей стране некий злоумышленник пытался якобы разоблачить пенсионную систему России. На клиентские службы ПФР обрушился шквал обращений. В Дагестане до сих пор ежедневно продолжают рассматривать до 200 заявлений о перерасчете пенсий. Был пример у нас, инвалид первой группы, с утра появляется, там нечетливо на носилках несут. И причина, его родная племянница, надо же у него с утра разыграть своего дядю. Вот черега передавали, если вы сегодня с утра пойдете туда в пенсионный фонд, вам будет 30 тысяч выплачивать. Я прямо с кабинета набираю, там жена инвалидка, дочка инвалидка, сын месяц, сам инвалид. Всех притащили туда в пенсионное отделение за этими деньгами. Ну, как можно так шутить, тем более больными людьми. Вот истинная причина ажиотажа в пенсионном фонде. Социальные сети распространяют ложную информацию о несуществующих выплатах в несколько десятков тысяч рублей. СМС получила на телефон, что на каждого ребенка где-то такая сумма хорошая, 5 тысяч, что-то такое. Поэтому вот принесла документы. Сейчас вам объяснили, что на самом деле на каждого ребенка не такая сумма хорошая. Еще не успели объяснить, вот такая пришла, я и сижу. Я тоже на похоронах сидела, мне там говорят, а сейчас Алина, вот такое вот дело, вы знаете это? Я говорю, я не знала. Я очень обрадовалась этому, я сейчас тоже сегодня пришла узнать, вообще-то мне выплата будет или нет. Неприятная ситуация, вызвавшая наплыв пенсионеров в столицу из районов, заставила сотрудников пенсионного фонда проводить экстренные совещания, на которых было принято решение создать дополнительные клиентские службы в поселковых администрациях. Понимая, что это ажиотаж надо снимать, ну, было принято такое решение, примерно с Улакой создали отдаленный участок, чтобы оттуда вообще сюда люди не выезжали. Пришлось создавать Шамхали, Красноармейские, Леникенки создали, Хушетки создали, Кахулая создали. Это дополнительный сокус сил нам пришлось, чтобы это ажиотаж нет. В республике Дагестан 691 тысяча пенсионеров, и приблизительно 10% могут рассчитывать на перерасчет пенсий. Однако даже у этой категории граждан увеличится она может максимум до 1000 рублей. Специалисты призывают дагестанцев не верить ложным провокациям в социальных сетях.